итак друзья я вас приветствую уже в 13 части своей обучалки по ирзианскому языку спасибо всем кто смотрит видеокурс если он вам нравится я чисто вам еще раз напоминаю вы можете обновить ее автора да автор я не кто-то другой именно меня вы можете благодарить меня материально ссылки на патреон и на кредит и кошелек будут в описании начинаем итак друзья для начала давайте изучим такую тему как направлений в принципе тема вполне себе где нужно не эта тема очень важно и так начал рассмотрим некоторые корни которых мы будем формировать различные выражения и так идеи впереди удал сзади внизу in the bottom веря наверху это топ я просто произношу потому что не видно здесь ничего из-за маркеров значит дальше ушел наружная часть значит дальше опять так писать значит под у внутренняя часть далее ведь прямой или правый куншка средний или только только посередине значит дальше керж это означает левый дальше начинаем теперь добавлять различные окончания если нам нужно сказать что кто-то у нас например левый правый верхний так далее как мы добавляем короче такое суффикс как те и так смотрим верьте от слова вере верте верхний алте нижний и кельте это передний удалте это у нас задний ну и там есть еще различные выражения подмоти и так далее попробуйте сами это сделать и так дальше можно сказать что кто-то у нас например находится снаружи то есть внутри а кто-то снаружи там говорим ушел если мы говорим что кто-то наружнее чувствуете разницу в языке там говорим уши то есть это у нас как бы на речи а это у нас прилагать то же самое пуца внутри и патру внутри смотрим дальше теперь надо рассмотреть направление туда обратно так далее так верю это наверх-вверх алу вниз и келем вперед удалу это назад дальше керши или керчьону это налево видео или визиону это у нас направо куншкау или куншкас это у нас середину ушел или кушус это наружу и поднул или под означает внутрь далее есть такое выражение и келем как ну то есть келем это у нас начать вперед и келем как это типа означает это в первую очередь устойчивое выражение ну давайте оформим пример и келем как рябе канду монзо ушел переводится за так в первую очередь надо вынести его наружу то есть и келем как первую очередь и рябе канду монзо надо вынести его и рябе канду монзо ушел наружу понимать здесь сразу несколько слов и келем как и ушел одновременно итак друзья как вы видите по бликам на доске у меня наступил уже новый день а у вас продолжается все тот же самый видос и альзианского языка с чем я собственно и поздравляю и в этой части я хотел бы вам рассказать про такую тему как остатки древних падежей в арианском языке почему остатки дело в том что в арианском языке то что мы сейчас будем рассматривать она раньше играла роль падежей вполне себе нормально рабочих вот но впоследствии падеж вышел из употребления и например в других языках остатки этих вот эти собственно падежи они играют вполне полноценную роль падежей ну и давайте рассмотрим с вами некоторые примеры итак первый взамен коммитатив сейчас мы рассмотрим пример употребления значит для него используется суббекс не надо сказать что ильзианский лингвиз анатолий рябов прямо записывал как отдельный падеж но конечно по дежурному назвать сложно потому что он употребляется лишь для некоторых слов давайте рассмотрим чинек венек это означает и день и ночь то есть ну вот вы видите что это означает типа день и ночь вместе типа коммитативное значение далее телонек означает целиком туемс пряник или туемс пряник ильгенек означает пути с головой то есть пряник пряник то есть с головой вы видите тоже коммитативное значение далее кизы нек теленек круглый год круглогодично опять же и лето и зима и дальше одних сыренек от мало до велико то есть и молодые и старые вот перестать значит этот падеж он на самом деле очень неплохо проявлен в балтийско-фильских языках например в эстонском языке есть такой падеж также называется значит у нас есть первое слово мина которое означает я а минуга и начать со мной так вот это га она как раз таки является когнатом к этому нег чтобы вам было более понятно в вебском языке также существует точно такой же падеж с точно таким же не так выглядит конечно вы как рука к кену там зависит конечно диалекта а вот но в одном из директов выгибли на как он канке вот и собственно он имеет такое значение что и в эстонском языке и оба этих падежа как этот падеж идут от древнего падежу окончания ник то есть не нарисую вам у нас У нас архаичная форма НЕК перешла в азиатском языке в падеж НЕК, в эстонском языке, в ГА-ГЕ, а в ВЕПском языке, Я возьму восточный диалект, потому что мне он немножко более понятия. Восточном диалекте это будет НКА, НКЕ, то есть вы видите, что рязанский и лепский здесь достаточно близко друг к другу, в отличие от эстонского, которым НК перешло в Г, вы видите разницу, да? Но вы видите, что ирязанская форма, она гораздо более архаичная, гораздо более древняя, то есть она сохраняется в архаике. Ну и следующий падеж это древнеуральский логотип, также он в азиатском языке используется очень редко, и давайте сразу рассмотрим примеры. ЧИТЬ, это означает днем. Пожалуйста, не говорите ЧИСЫ, ЧИСЫ не говорят, говорят ЧИТЬ, то есть если мы делаем что-то днем, допустим, я гуляю днем, он якстян ЧИТЬ, то есть не ЧИСЫ, а ЧИТЬ. То же самое ночью ВЕТЬ. Не ВЕСЫ, а ВЕТЬ. Ну и дальше, остальные примеры тоже. Недавно по-версянски есть два слова, одно из них УКО, а другое УКОТЬ. Вот это ЧИТЬ, это также является локативом. Далее, УАТЬ, это означает ДОЛГО, и ВЕТЬ означает СЛИШКОМ. Вот это ВЕТЬ, оно имеет то же самое значение, что и в финском слове ИЛЯ, что означает СВЕРХУ. То есть ВЕТЬ, это означает там, где наверху, в общем-то. Наверху. То есть это будет СЛИШКОМ. СЛОВО. И надо сказать, что на самом деле локатив, он имеет достаточно такое, как вам сказать, специфическое употребление. То есть он сохранился в полной мере в угорских языках. Так, например, в венгерском языке есть такая форма, например, весь город. Давайте не печь, давайте это будет ДЁР. 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 И если мы хотим сказать, например, в ДЁРе, то у нас добавляется окончание УТЬ. Далее, в мансийском языке, там, например, слово ДОМ будет КОЛ. Так вот, в ДОМе, внутри ДОМА, это будет выглядеть как КОЛД. Давайте я подпишу, это мансийский, а это венгерский. То есть, ну, в венгерском, опять же, это достаточно такая, как сказать, не особо используемая форма. То есть там есть другие способы выразить это, но вот он сохранился в таких словах, как ДЁРЮТ, МЮГЮТ, ФЕЛЮТ и так далее. То есть он там тоже употребляется, чаще, чем в венгерзианском, но он тоже, его считают тоже падежом, но он достаточно редкий. В то время как в мансийском языке он совершенно четко объясняется именно как падеж, это именно падеж, вполне себе употребимый, и вполне себе он вполне часто используется в речи. Поэтому вот этот остаток древнего уральца Балкатива, как мы видим, он есть и в венгерзианском языке тоже. Надо четко понимать. Как-то так. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим такие важные выражения, как указание времени. Тоже надо добить все-таки эту тему. Ну, как сказать по-ярзиански утром? По-ярзиански утром будет ВАЛСКИ МАРТО или просто ВАЛСКИ. Вечером по-ярзиански будет ЧОКШНЕ МАРТО или ЧОКШНЕ. Если мы хотим сказать, например, утру, то мы говорим ВАЛСКИ ЙОНУ. К вечеру ЧОКШНЕ ЙОНУ. А словом ПОЛДЕЙ будет ЧИКУНШКА. Ну и теперь рассмотрим такую важную тему, как цвета. На самом деле, эта тема должна была быть раньше. Это ошибка в строении этого курса, но ничего страшного. Главное, что эта тема здесь будет. Итак, давайте рассматриваем. АШО – БЕЛЫЙ, РАУЖО – ЧЕРНЫЙ, ПИЖЕ – ЗЕЛЁНЫЙ, ЯКСТЕЛИ – КРАСНЫЙ, СЕЙНЬ – СИНИЙ, ОЖО – ЖЕЛТЫЙ, МАКШАС – СЕРЫЙ, и ТЮЖА – это КОРИЧНЕВЫЙ. Но это еще можно сказать типа оранжевый-коричневый. Вот. Значит, новое вид слово СЕЙНЬ, оно как-то очень похоже на слово СИНЬ. Но это не заимствование из русского. Это заимствование из иранских языков. Причем из каких-то там совсем древних иранских, потому что в афинском языке там также слово СИНЬЕ будет СИНЬНЫН. Вот это СЕЙНЬ, СИНЬНЫН – это все заимствование из иранских языков. Ну и смотрим дальше. Давайте сейчас рассмотрим еще два важных слова. Я их снял вот сюда, но если вы записываете, лучше запишите их сразу. ВАУДУ – это означает светлый. Собственно, мой никнейм ВАУДУШ, он как раз таки идет от того, что я светлый, потому что у меня волосы светлые. Вот. Значит, дальше. ЧОКУДА – это означает темный. Вот. Ну и давайте дальше рассмотрим, собственно, некоторые слова, которые... Дальше давайте теперь рассмотрим, как сказать по-эрзиански названия, допустим. Не белый, а беловатый. Когда мы употребляем слово АШ-АЗА. Если, например, желтоватый, мы не говорим, например, ВАЛДО ОЖУ. Мы говорим ОЖУЗА. Далее. Синеватый. Сэняжа. Можно также сказать такое выражение, как Сэньшт МЕРИ. Вот это МЕРИ, оно очень часто используется в рязанском языке для выражения Желтоватый, Горьковатый и так далее. То есть Сэпшть МЕРИ. Давайте я сейчас запишу. Просто это не одно из фразований. Сэпшть МЕРИ. Означает Горьковатый. Я показываю это для того. Я специально сейчас записываю это для того, чтобы вы видели, что слово МЕРИ. Очень часто используется в таких, такого рода выражениях, типа, не Горький, но и Горьковатый. Не Желтый, а Желтоватый. То есть МЕРИ очень часто используется. Ну и давайте дальше смотреть. Значит, Сэня ЖАРАУЖУ и СИНЕЙЧЕРНЫЙ. Ну и смотрим дальше. Як Стердите. Красноватый. Также можно сказать, як Стерть МЕРИ. Опять же, вот он, этот МЕРИ выпуск. Дальше. ПИЖИЛА. Это у нас зеленоватый. Не ПИЖИЗА, а не ПИЖИЛА. Это, на самом деле, очень хитрый раздел раззиатского языка, но я вот специально выписал максимум этих слов, чтобы вы запомнили, с какими словами мы какие суффиксы используем. Далее. РАУЖТ МЕРИ. Это означает черноватый. Ну и дальше начинает, по словам, ЧОКОДА играться. Значит, ЧОКОДА ТЮЖТ МЕРИ. Это, значит, коричневатый. Опять же, ЧОКОДА ТЮЖА. Это означает именно коричневый. То есть это прям буквально коричневый. Вот. То есть ТЮЖА. Это может быть коричнево-оранжевый, а это именно темная, типа ТЮЖА. То есть это означает именно буквально коричневый. И дальше. МАКШАС ТМЕРИ означает сероватый. Или ЧОКОЛ ТМЕРИ. То есть, как мы помним, МАКШАС – это серый. И МАКШАС ТМЕРИ – это сероватый. Ну и ЧОКОЛ ТМЕРИ – это означает, типа, ну, типа отдает темнотой. То есть ЧОКОЛ ТМЕРИ – это ЧОКОДА. От слова ЧОКОДА – темный. То есть темнотой отдает. Вот так это и делается. Итак, друзья, давайте теперь в конце этого урока рассмотрим слова, связанные с государством. Это очень важные слова. И давайте начнем с такого слова, как МАСТОР – страна-республика-край. Что это за слово? Откуда оно вообще идет? Мы видим два корня. МАС и ТОР. Что такое МАС? Те, кто интересуется всеми угорскими языками, знают, что там есть основа. МА. Так вот, С – это у нас суффикс, обозначающий определенность. То есть, допустим, ВЕРИ – ВЕЛИСЬ, МА – МАС. Мы, опять же, смотрим не на современные взятые, а на древние взятые. В древние взятые вполне было вероятно, что там не было полутализации. Поэтому не МАСТОР, а именно МАСТОР. Что такое ТОР? Давайте посмотрим на это слово ТАРКА. Здесь мы видим вот это ТАР, а вот это К является у нас уменьшительно-воскаченным суффиксом. Причем вот это ТАР – МЕСТОР, оно существует и в венгерском языке. Например, КЁЛЬФТАР – это означает библиотека. То есть ТАР – это место. Интересно, почему же оно перешло в венгерский? Кто-нибудь задумывался? Мне вот интересно. Смотрим дальше. МОДА – означает земля и почва. МОДА МАСТОР – планета Земля. Потому что МОДА – это земля, а МАСТОР – это страна. Дальше. КИРДИМАСТОР – государство. КИРДИМС означает держать. Почему КИРДИМС? Мы с вами расскажем позже. Далее. РАСКИМАСТОР – это означает республика. ЙОНГС означает область. Обратите внимание, не ЙОНГС, а именно ЙОНГС. Потому что ЙОНГС – это более древнее слово в артистском языке. Сейчас про него уже все забыли. Оно означает ЛУК. Далее. МАСТОР ЙОНГС – это означает РЕГИОН. Те, кто смущается в ДДБУГ, могут все просто закрыть и читать вот так. МАСТОР ЙОНГС. МАСТОР ЙОНГС. Все. То есть это, чтобы вопроса не читать, МАСТОР ЙОНГС. Это МАСТОР ЙОНГС читается. Ну и дальше давайте рассмотрим названия городов на рязанском языке. Да, у рязан есть свои названия для каждого города. Итак, первый город – это у нас Обра-Нош, который переводится как Нижний Новгород. Согласно легенде, в Нижнем Новгороде до прихода русских жил Эрдимин Обран. Ну, имя, понятное дело, не совсем аржанское, но как бы «Абрам» переводится на русский язык. Но есть такая легенда, что там жил именно Эрдимин Обран. Вот. Смотрим дальше. Лукоянова по-эзиански будет Лугоян-Ош. Лугоян – это тропинка на Лугу переводится. То есть никакого отношения к Луку оно не имеет. И к Лукояну тоже. Далее. Саранош. Это у нас Саранск. Далее. Ордатов по-эзиански будет Ордань-Буя. Буя – это род означает. То есть род Ордани. Далее. Качкурово. Это именно Качкурово-Качкуровского района. То есть это не какой-то там другой Качкурово, а это именно Качкуровский район, которое там большое поселение. Это у нас будет Качкуруруе. Есть также Качкурово в Дубинском районе. Оно у нас, соответственно, будет Качкуровелье. Не путайте. Качкуруруе и Качкуруруелье. Качкуруруе – это Качкурово-Качкуровского района, а Качкуровелье – Качкурово-Дубинского района. Смотрим дальше. Керюш-Саверия. Это означает Починки. Это поселок, по-моему, в Нижкоровской области, если не ошибаюсь. Далее. Итиалу – это Ичалки. Утяжерия – это Отяшева. И Тумубуя – это Дубенки. Далее. Следующий раздел. Ририалутаула – это подвесная тала. Как раз таки то самое поселение, в котором изготовляют этих деревянных лошадок. Далее. Инилей – это поселок Великий Враг. Не тот, который возле Нижнего Нубра, а тот, который в Шотховском районе. Далее. Оштыри – это переводится как Вознесенское. Да. Это… Кто знает, я это видео посвящаю тебе. Дальше далее. Чаунзверия – Чамзинка. Ламбаскиверия – это значит Лабаски. Значит, ламбаски означает Маргават. Далее. Атямар – это Атимар. И Кенди Вели – это Чиньдзянова. Возникает вопрос, а куда же я подевал город Арзамас? В городе Арзамасе я хотел остановиться отдельно. Итак, вот город Арзамас. Отличительная особенность этого города заключается в том, что эрзиане его упорно пишут как Эрзямас. Вот так. В принципе, здесь, с точки зрения этимологии, ошибки нет. То есть, действительно, Арзамас, действительно, это переводится как Эрзианская земля. Вот он, как раз-таки, Мас. Вот этот Мас. И вот этот Мас. Но, почему так? Почему сейчас он перешел к нам не как Эрзиамас, а как Арзамас? У меня гипотеза такая заключается в том, что в древнеарзианском существовала такая гугла, как Э. И, соответственно, если он нашим представил древнемуку Э, то между ними гласные могли немножко полутализироваться. Соответственно, вот это название изначально звучало как Эрзамас. Эрзамас. Вот. И, соответственно, в современном арзианском оно уже перешло в Эльзя. То есть, Эльза, Эльза перешло в Эльзя. Но оно тоже так же может читаться как и Арзамас, Эрзамас. Понимаете, да? То есть, русские восприняли это как Арзамас. Но в современном арзианском слово Эльзя, Ну, Эрз, Эрз, слово Эрза перешло в слово Эльзя. И поэтому, в принципе, вот в такой записи никакой ошибки не будет. Но это будет уже осовременивание. То есть, ну, скажем так, вот если бы, давайте так расскажу, если бы у меня стал вопрос, как называть Арзамас, я бы назвал вот так. Эрзамас. Потому что это более архаично. Это более, ну, как бы, если мы гонимся за Архаикой, то тогда будет Эрзамас. Но, в принципе, Эрзамас здесь никакой ошибки не будет. Потому что это такое же абсолютное слово, просто оно более современное. А это более архаичное. Итак, в продолжении предыдущей темы, наскорим теперь название рек и других народов. Итак, Раву – это Волга. Ратур – это Аллатырь. Или Аллатырь, не знаю, как по-русски. Значит, Йо – это Мокша. И Несару – это Инсар. И далее рассмотрим название народов. На самом деле, как бы, дошли название тех народов, которые окружали Ирзян. Вот. Ну, и давайте рассмотрим. Мокшу – это Мокша. Печкас – это Татарин. Почему Печкас? Потому что от слова обрезание. Потому что они обрезанные. Поэтому Печкас… Печкес значит резать. Вот. То есть, от того, что они обрезаны. Поэтому он называется Печкас. Далее. Ведьки – это Чуваш. Почему Ведьки? Потому что вот это вот Ведь – это название одного из сильногорских народов Гяна, которые жили на территории Чуваши до прихода туда, собственно, самих тюрков. Вот. Поэтому вот это слово Вяда, название любовьего народа, оно отложилось как раз в названии Чувашей. Далее. Тика – это русский. Значит, я не знаю, откуда пошло это слово. И, наверное, мало кто знает. Есть гипотезы, но я их озвучить не буду. По определенным причинам. Далее. Беляр – это Волжский Булгари. И Кубан – это Полынс. Ну, соответственно, народы будут называться Мокшу, Печкас. Ведькить, Тикат, Белярд и Убанут. Как это так? Консулака. Мойте тикшен чай день семи влень. Все-таки тикшен чай день. А на всякой стенде путь в чайник с вишкой печки. А вольси деламо. Виксаире Путонск Покшпенч. Путок Покшпенч, все-таки семи мадумейли, кормату дому и ешка. Вио семи мадумейли. Секс-пут, анцекала мишка. Ти, Ямусь, машкой ярцамс? Монаулинь ярцам, сонашчи тоже пекушка. Монаулинь ярцам, сонашчи тоже пекушка. Монаулинь ярцам, сонашчи тоже пекушка. Продолжение следует...